здравствуйте уважаемые зрители меня зовут юлия вы на канале рукоделий путешествиях и сегодня я подвожу итоги декабря итоги года тоже пора подводить потому что сегодня 30 декабря но это будет немножко позже сегодня я представляю ваше внимание свои работы их немного в декабре у меня получилось готовых я имею ввиду но у меня есть одна почти еще готова и еще три проекта на спицах 3 4 4 еще 4 на спица я иду по своему зимнему плану первый зимний месяц закончился впереди второй но я строго следую своему плану начну с готовых работ первая готовая работа которую я хочу представить это свитер яркий красивый такой радужной расцветки но назвала его хамелеон потому что похоже расцветочка на хамелеона тут достаточно высокое горло очень красиво драпирующиеся она не не откладывается вот так а просто драпируется очень мягкий приятный к телу замечательный такой махеровый получился свитер но махер тут не совсем натуральная скажем так тут всего лишь 30 процентов мериноса в этом махере это даже не махер на этом такой меринос с пушиной на полиамидном шнурке и я добавила сюда еще тоненький меринос который стопроцентный очень очень тонкий 240 метров на 100 грамм вот еще две ниточки добавила и поэтому получилось теплое классное пушистое яркое изделие вяжется она сверху вниз от горловинки лицевыми петлями тут небольшая резиночка у меня есть сверху а дальше пошла лицевая гладь здесь я сделала прибавки в плечевом шве так называемый реглан погон как мы ему называем на самом деле это такая имитация спущенного плеча можно сказать почему так сделала потому что хотела чтобы не были ровненькие полосочки у меня есть подобный свитер кофейный он связан круглой кокеткой и там так полосы идут по кругу а я именно хотела чтобы было как спущенное плечо и чтоб полосочки шли ровно ну вот в этом и была идея дальше разделение на две части тут небольшой я делала скос чтобы лучшая была посадка вот вот здесь именно в пройме и потом по кругу и здесь достаточно широкая у меня резиночка резинка один на один обработка 12 сантиметров манжет тоже длинная резиночка и даже манжет длиннее я точно также 12 13 рукав набирала от проймы и сделала небольшую головку рукава тут хорошо видно на желтом что есть небольшой вот так здесь головка ну во первых она небольшая потому что у меня здесь скос я его как бы удлинила плечо и здесь за счет убавок немножко вот так срезала да если бы это было ровно то это вот так бы шло вот вот так и соответственно было бы тело шире но я сделала скос за счет этого я уменьшила ширину тела изделия и потом мне не пришлось здесь сделать делать большую высокую головку рукава поэтому как бы решила две задачи для лучшей посадки с чем я тут столкнулась из-за того что тут длинные секции в этом в этой пряжи я решила что я хочу одинаковые рукава более-менее одинаковые я разделяла секции но все равно у меня не получилось их связать одинаково но когда изделия надета ну как бы не видно что у них такая в общем-то небольшое расхождение здесь цветовое ну а вот так когда приложить то конечно это заметно спинка и передняя часть у меня получилось немножко разные вот передняя часть я определила ее для себя как переднюю часть а на спинке тут широкая такая желтая полоска можно носить и так и так почему потому что тут нет ростка тут ничего нет за счет того что пряжа мягкая она тянется куда надо ложится как надо причем что тут драпирующийся воротник и я посчитала что росток я здесь делать не буду не буду этим заморачиваться и мне хотелось чтобы у меня все таки были ровные полоски если бы я делала росток уже здесь бы было заметно какое-то закругление а так я таким образом сохранила ровность полосок так что я очень довольна этим изделием оно такое получилось и нарядное и теплое можно и на каждый день надеть и на какой-то праздник тоже это первое связала его еще в самом начале декабря и вот она меня греет весь декабрь и изделие номер два очень очень теплая это джемпер связаны из бобинной пряжи кстати тот макер махер тоже был бобинный из бобинной пряжи который называется опиум я уже вязала из этой пряжи один джемпер он сильно подсел и я знала что такое свойство этой пряжи состав входит меринос альпака хлопковый шнурок и там ножка полиамида то есть это такая шерстяные волокна которые на шнурке до плюс еще и вот эти красивые шишибрики такие лимонного цвета значит я вязала на спицах 375 было такое достаточно рыхлое полотно но после стирки это все превратилось просто в шубу но не столько она подсела это изделие сколько она набилась пухом вот просто набилась так что это очень теплющая штука получилось ну я же говорю я знала что так будет я знала и после того как я закончила его я его постирала она немножко подскочила и я потом еще довязывала здесь резинку резинка здесь очень широкая по телу скажу вот так 20 сантиметров здесь резинка манжет тоже достаточно длинный 17 сантиметров чем я тут украсила изделие я украсила вот такой косичкой посерединке передней части не знаю насколько она видна но она такая фактурная стала после стирки замечательная вот прям она чувствуется она такая вот прям как будто коса сплетена такие же косы у меня в плечах переходит в рукав в манжет все это сюда переходит и я сделала такие же косы плюс еще в боковых швах вот там когда делала подрезок на 12 петель и сюда же я включила сразу косу вот очень очень теплая вот прям зимняя зимняя вещь получилась просто зимняя вещь вязание по тому же принципу что и предыдущий свитер сверху вниз единственное что тут погон на 12 петель это косичка прибавки здесь прибавки здесь в каждом ряду до в каждом ряду до в каждом ряду прибавки вот и потом когда я связала довязала до этого места я сняла петли погонщика на булавочку и продолжила вот эти детали вязать отдельно передней части и спинки здесь я не делала скос в отличие от предыдущего свитера здесь у меня ровненькая это пройма вот так она ровненькая в том свитере у меня был такой скос здесь она ровненькая вот дальше по прямой опять же вниз на в подрезах косички тут лицевая гладь но тут конечно все это очень выигрывает за счет вот этой вот расцветки пряжи эти лимонные вот эти штучки по серому но очень красиво смотрятся и очень очень тепло смотрятся именно даже выглядит он тепло рукав связан от проймы тут все по классической схеме убран подрез есть головка рукава то есть все как как положено единственно вот это вот я немножко поигралась из-за того что он немножко с набух из изжался да поэтому мне пришлось довязывать он получился по фигуре такой ну классный просто классный классный теплый зимний опять же он как и предыдущее изделие он и нарядные на каждый день мне мне нравится что получилось главное что это тепло зима нам нужно тепло ну и теперь перехожу к работам которые частично уже мною вырезаны некоторые даже почти готовы вот такую необычную штуку я вижу это прикольная очень вот такая фантазийная пряжа на шнурке синтетическом такие вот мериносовые шарики вот так они располагаются на равном расстоянии друг от друга один один темно-зеленый другой светло зеленый и вот так все это складывается вот такое полотно ничего не добавляю просто вижу вот этой пряжи на спицах номер четыре с половиной метраж этой пряжи 220 метров на 100 грамм я думала что тут ошибка но нет не ошибка и мне как я и предполагала пряжи к сожалению не хватает на полное изделие поэтому у меня тут уже фантазийные рукава но я покажу на что интересно на третье изделие связаны сверху вниз и реглан погон до прибавки в плечевых швах ну мне последнее время нравится потому что это как бы как будто спущенное плечо но это и есть спущенное плечо просто не снизу вверх и плечевой шов а сверху вниз и прибавки в общем то вот так значит тут у меня небольшая горловина почему такой длины хотела драпировку но посчитала что если тут еще будет драпироваться то это будет ну очень очень много и вообще она все похоже на такой мог такое лесное какое-то изделие как леший вот значит реглан погон разделение на две части вязание вниз тут у меня длинные разрезы спинка немножко удлиненная вот она вот так длиненное закрытие черным черной пряжи это у меня меринос тонкий 2400 метров на 100 грамм 8 сложений перемотан я закрывала я вот так обычным способом этой черной пряжи один ряд провязываем потом закрываю но и как я сказала мне не хватает пряжи поэтому я придумала что я сделаю черные мериносовые рукава вот такие и оформлю их таким широким манжетом значит вот такое изделие у меня почти готово я уже вывязываю 2 рукав так что скоро скоро уже я его покажу на канале как я его вязала интересная пряжа непонятное получается полотно неравномерная прикольная при этом очень очень теплая его уже постирала основную часть ну потому что не знала подсядет не подсядет как себя поведет ничего с ним не случилось в общем какое было такое осталось и потом уже на я начала вязать рукава только после стирки рукав ровный широкий смотрится оригинально очень оригинально но вот если у вас есть такая-то фантазийная пряжа и вы не знаете как ее применить вот это один из вариантов можно связать какие-то рукава контрастные можно в цвет вот они получаются из мериноса до 8 сложений но они связаны на спицах четыре с половиной и они получаются вот такие вот ну как бы прозрачные немножко вот и при этом такая вот густая как зелень густая и как мог ну в общем интересная интересная фактура у меня очень давно это пряжа и я что вот решила что мне такую штуку хочется хотела связать к новому году но к сожалению не успела поэтому она вот у меня на такой стадии но скоро закончу и это изделие будет на канале как я сказала в начале видео что я иду по плану предыдущие изделия у меня было в плане и вот это тоже это джемпер который я назвала ледяной почему потому что такой вот ледяной цвет как лед как сосульки причем он неравномерный это меринос бобинный который очень хорошо раскрывается если вы приглядитесь то видно я кокетку постирала а дальше пошла вязать ну вот после стирки уже продолжением так что вот такой симпатичный будет у меня ледяной джемпер красиво очень смотрится этот узор сейчас популярные вот эти вот свитера связанные таким узором я выбрала вариант когда у меня только по центру идет и по рукавам есть варианты когда несколько таких переплетений и по передней части по спинке спинка у меня просто резинкой два на три вот так теплое красивое изделие на холодную весну на холодную осень и конечно же на зиму но я зимой как-то предпочитаю чтобы был свитер чтобы ну было тепло горлышко а это все-таки джемпера я все таки ношу когда не очень холодно но это меринос и в нем будет очень тепло даже зимой то есть это настоящее такое зимнее изделие из моих зимних планов и вот она воплощается и я уже достаточно много связала так что вот такая будет красота джемпер ледяной еще одно изделие из зимних планов это кардиган японское плечо я сейчас работаю над полочкой спинка до пройм у меня уже связано и я перешла к ввязыванию . на что что это за пряжа пряжа у меня это акрил вот такого секционного окрашения он из двух из двух нет из трех части состоит одна ниточка секционного окрашения здесь белый розовый бирюзовый цвет и две такие сиреневые но я не сильно люблю синтетические волокна но мне когда-то понравилась эта расцветка на ее купила не знала что будет может плед может какой-то верхнее изделие верхняя одежда не знаю кардиган что-то такое общем долго долго я думала что с него связать лежала лежала и в общем решила связать кардиган но показалось мне все-таки что акрил это не очень хорошо и я купила вот такую шерсть она такого ровничного типа 80 процентов шерсти 220 процентов какие-то синтетические волокна не могу сказать не помню это наша украинская шерсть и тут 300 метров на 100 грамм а здесь 170 по моему на 100 грамм но в общем вот так я их замиксовала получился классный миксик тепленький и вот вижу значит что у меня здесь связано сказал что связано спинка это японское плечо и я перешла к вязанию передней части полочки то есть вижу полу патентной резинкой вот это и лицевая сторона это классно смотрится это линия японского плеча я могу показать здесь вот она и потом уже значит эта полочка да у меня нет в общем то вот так теперь я перехожу уже к вывязыванию горловины на полочке вот что хочу показать что тут очень коралл классная расцветка вязание быстро спицы номер пять но такой вот на весну будет кардиган скорее всего на пуговицах такой объемный достаточно и интересной такой расцветочки мне нравится что получается приятное полотно хорошее хорошо держится не растягивается очень очень классная получается у меня есть образец он уже постиран так что в принципе все все здорово все все отлично будет с этим ничего тут не села все она здорово держится и здорово выглядит так что вот так это будет кардиган впереди еще два месяца зимы я решила что можно бы связать еще один свитерок и вот я его начала от горловины вот в такой интересной расцветки идея в чем идея в том что я видела вот такой джемпер но там немножко не такие цвета они более такие классические оранжевый классический зеленый классический синий у меня такие они немножко приглушенные и такие это не чисто зеленый не чисто как бы синий и такой оранжево-желтый но вот это все вместе выглядит мне кажется замечательно прикольно значит что я здесь использую меня вот такой вот мохер есть с с вискозой подмотана вискоза и я еще добавляю тонкий меринос 2 пряжа это у меня вот такой оранжевый мохер и 100 лет у меня лежит на даже ни одной этикетки нет вот такой я не могу сказать что это за мохер какая тут тут моточки по 25 грамм как а какой тут метра что это не знаю вот и синий это такое как я вязала ажурный худи вот этот синий мохер тут тоже с добавлением меринос и вот такая уже у меня есть горловинка но еще не до конца горловинка еще я думаю еще еще по пару полосочек надо и потом перейду к вязанию уже тело мне кажется будет прикольно необычный яркий любимые полосатики небольшое количество пряжи у меня есть этих этих немножко зеленого немножко как бы остатки на бобинке у меня оливковое облако есть такой джемпер связан из этого махера и вот так я решила все это собрать единое целое и получается вот такая штука значит узор здесь какой это не резинка один на один это так называемый заборчик один на один один ряд лицевыми второй ряд лицевыми изнаночными при вязании по кругу ну и при вязании поворотными рядами мне кажется точно так ну да точно так вот вот так это выглядит это будет полосатый свитер и еще одно изделие которая начала мне показалось мало на того что у меня на спицах я решила почему бы не начать еще одно значит это у меня шерсть 80 процентов шерсти 20 процентов синтетики и это такой красивый цвет он идет как коралловый но я его вижу вот он как твит он неравномерный он с вкраплениями у меня в планах был джемпер из твида со жгутами и мне показалось что в этом цвете это будет замечательно и он реально это реально пряжа похоже на твит и я решила что хочу именно в этом цвете значит что есть сейчас что у меня у меня просто самое начало вязание будет снизу вверх я связала только частично резинку сейчас сейчас это спица номер три вообще буду вязать на четверки и я из такой пряжи уже вязала у меня есть жилет где спинка зеленая со жгутами а передняя часть и такой молочного цвета и вот это такая же пряжа на она классно раскрывается для неженок конечно она будет колючая для меня она будет классная я спокойно отношусь это будет очень теплое изделие она будет такой стильной такой классный джемпер со жгутами пока что это только в виде резинки но мне кажется что тут очень красивый цвет и вот эти вот вкрапления красные серые бежевые даже не кое-где по его попадаются голубые в общем-то простая недорогая шерсть а выглядит как такой неплохой себе твит вот я решила что бы эта пряжа достойно такого джемпера или джемпер достой такой пряжи так что вот кстати может быть это будет не джемпер может это будет пуловер пока что пока что у меня резинка ножку будут на 6 петель такие стандартные классические это сейчас как бы в тренде жгуты различные косы и у меня вообще все изделия в планах во многих из них именно такие разные предупредит при реплетения задуманы декабрь у меня был ярким теплым ярким именно я имею ввиду пряжу а потому что все изделия которые я связала и которые я вижу они действительно яркие теплые мягкие пушистые у меня такое разнообразие оттенков в этом это зимой просто калейдоскоп и если вам интересно и видео было для вас полезным подписывайтесь ставьте лайки спасибо за внимание всего доброго до свидания